здравствуйте друзья продолжаю тест свежеприбывших ко мне на тестирование катушки и кастинговое удилище благодарю всех кто дает мне такую возможность в данном случае кто не смотрел посмотрите студийный обзор вот это вот отличного такого американского необычного с одной стороны с другой стороны достаточно стандартного американского кастингового удилища это карот стикс модель называется wild wild green про про то что есть есть wild wild green есть wild green про на все характеристики изложен добавлю только что это лунтовая палка 10-28 по приманкам длина 70 значит что характерно действительно действительно удилища значит вот по американской характеристики хотя здесь указан f fast то все-таки это medium fast moderate fast medium fast строй неважно это может быть для них и фасца для этой фирмы там чуть-чуть плюс минус никто это не измеряет тену там начинает изгибаться но medium fast длине 70 это это в американском смысле это удилище для твичинга для твичинга среднеупористых воблеров потому что таких как pointer воблеров или в длине 100 или в большей длине у американцев есть много упористых твичевых лобберов используются палки длиной 70 medium heavy до семи и трех medium heavy в данном случае это вот для вантенна в каких-нибудь и около того оптимально как она твичит просто невероятно удилище показывает свою жесткость если из-за веса бланка 132 грамма все-таки бланк как я первым русский говорил мандулячий немножечко он как пружина такой знаете он прям вот вибрирует весь такой на при когда его бьешь об руку он вибрирует весь чувствуется тяжесть до удилище не для эстетов даже при такой длине тяжеловато будет чувствуется вес вот этот вот но понимаете здесь вложена в него вот эта мощь басовая вот эта жесткость в комле невероятная жесткость всего бланка и в то же время удилище податлива на броске она дает такую можно сравнить его с сентроем торнамент как я даже не помню голубенькие такие торнамент legend europe там по-моему так она как-то называет но узнать я трогал мне кажется даже с антрой полегче будет чуть-чуть не знаю ничего здесь вот есть такой диапазон прогиба понятно что 28 грамм это будет уже хорошо палочку нагружать вес в диапазоне в среднем 1416 в данном случае вот тут резинка аваруна сколько четыре с половиной дюйма не знаю и 4 грамма головка дает такой момент загиба и резкого выстреливания удилище катапультирует также при твичинге после удара возвращается отлично назад когда бьете по приманке такое ощущение что бьете по дереву чувствуется жесткость во всем бланке перед передающие именно на приманку этот момент четко работает на любом броске на любом броске работает удилище прям великолепно какой вы хотите overhead боковой ощущается вес бланка конечно да вот я говорю с этом она навряд ли подойдет потому что люди будут капризничать они не супер звонкой но это басовая палка не забывайте это басовая палка на балка водирала палка водиралка если в американском варианте и и четко отнести к свечевым палкам то в нашем варианте это будет универсалка что это значит это будет как свечевый вариант так и джиг на средней и на короткой средней дистанции манипуляции с приманки с приманками джигами на небольших водоемках то что длина сами понимаете диповые крэмки спиннербейты блес на вертушке я уже тут права вот длина мощность строй все говорит о том что в нашем варианте это универсальная палка просто универсалка да она может кому-то подойти там по рукоят кому-то нет свой свой специфика есть из-за меньшей чувствительности бланк под пальцами чувствуется но американцы еще любят вот так вот держать катушку и американские катушки очень многие позволяют это сделать то есть вы не касаетесь пальцем бесконечника и держать не всегда это удобно не спорю но есть вариант вот так вот держать одним пальцем не через два пальца пропускать одним пальцем грубо говоря если нужна какая чувствительность при джигинге палкой то на некоторых катушках очень это удобно не касаясь то что рама мешает не рама вот этот бампер мешает касаться бесконечный винтаж купе с этой катушкой просто великолепно они просто подходят туда не говорю о ком балансе баланса эта вещь какая-то непонятная для меня может для спиннинга она там нужно но в кастинге баланс про и просто аферов никто на это не сможет так я поставлю роду рода здесь навес у него побольше чем у той резинка который стоял и на шнурке четко пробивает рудру с поинтером будет то же самое у меня просто нету 128 ну у всех же понятия разные продрать кто-то там еще и как там это называется очень мистов фанатов плечи вот по шнурку бьет с передачи прям очень жесткой передачи на приман при этом палка не валится она прогибается да но у нее чувствуется жесткий момент значит смотрите характеристика у хороших бланков такая еще бывает что они податливы на медленные сгибания но на удар они не не прогибаются так как при плавной нагрузке на бланк они держат прям вот это вот жесткость это одно из качественных характеристик бланка вот здесь вот это вложено мясо в строение в количеству точнее вот мясо я называю количество графита в строение самого припреда укладку все вот в эту вот в эти моменты вот чувствуется вот эта передача если на моей палке на стелси она фасовый там чуть меньше кончик тоньше более мягкий он при большей нагрузке при твичинге кончик очень сильно прогиб ну прогибается больше нет этого нету чувства удара вот по приманке такого как здесь то при такой длине 70 бьет сотые воблеры это не обязательно что их над долбить но если надо продолбить на большом расстоянии вот даже вот рудру на 30 метрах вот сейчас куда ее запулил она ее продолбливает так как надо если это надо конечно то что многим за это надо именно удар не потяжки вот эти вот потянули что-то там отыграла у всех свои понятия отличие знаете у меня там туда у меня сюда я у меня то все я понять не имею как вот антвич я вам рассказал что делает это удилище такими лобберами как 130 и рудра вот на максимальном расстоянии а просто продавливает его я честно вам скажу не понятно можно взять палку хэви экстра хэви то же самое будет у вас но зачем вот он медиум хэви для сто тридцатых воблеров вот в этом исполнении варианте модерайт модерейт фэйс на медиум фас строй пускай там для корот стикерс это фас строй ну по большей степени это все-таки медиум фас как он продалбливает невероятно со шнурком как продалбливает он как он заводит эту рудру чувствуется на горизонте а естественно то любят с оттяжкой twitch удар остановил и кончик там якобы доводит что-то там без всяких проблем с этой палкой просто она создана для этого то же самое для джиггинга для подброса подбросили если надо кончик довел на шнурке подбросили довел четкий контроль с приманкой даже не надо знаете вот самое интересное что не надо чувствительности большой туда да она не дешевая на самом деле вот эта версия посмотрел не дешево вы скажете за эту цену я возьму там ля-ля-ля-ля-ля-ля там чего там у нас можно взять я не знаю польза глорис сколько стоит там сейчас у нас можно взять это ваше дело ничего трудно сказать в любом случае надо всего в сравнении как он отстреливает как отыгрывает этот бланк во время броска доходишь кругами прием да иди ладно хочешь кругами здесь я сейчас заподозрить оба конверсии какой-то сеткой кульки ну я знаю не знаю лягушку и что насчет рыбы сопротивляться в таком смысле карася можешь ловить щуку не надо если бы хоть раз тут ты бы ее всю выловил я бы хотя бы посмотрел не надо одни бычки ловят и все ладно просто не рыба хватает рыб ну тогда чё что сомневаюсь что здесь щука может быть тут с экологией я мониторю все это беда поздно слушай знаешь что такое количество видов видов состава в москва-реке рыб сколько ее внизу может я тебе могу цифру назвать суть не в этом а ты говоришь экологии здесь экологии нормально не очень конечно я не спорю много идет санкады там с автосервиса последнее время но тем не менее что просто опустошили тут по берегам позировались ну не на глубине но около побережья лежали без зубки и они все передохли это говорит о том вот первые при экологической катастрофе дохнут фильтраторы ну это говорит о том что просто что-то сюда слили и что-то не очень но хорошо тогда мы видели массу дохлой рыбы карась он кстати очень нежен на это мы его нет только после замора вот на аппендиксе на малом пруде была дохлятина карпа пара щучек мелких там потому что замор был они воду сбрасывать стали русло чистят вот сейчас лишь только маме с осенью соответственно зимой и и было мало промерзла зима была и вот замор был но это зимний а летнего нет ну того что ты говоришь черепахи дохлые есть на река живут они вот может быть реагирует лучше но пока вот ничего другого извести ну понятно понятно не тоже не то пальто никого не стоит но такого массового мора пока не да молодец на видел и знал такого деда на москварике одного он ходил мусор сюда собирал много лет назад но вот так вот друзья значит смотрите сами думайте сами палка не дешевые не спорю но для любителей для ценителей именно вот пиндосовских палок вот американский не ничего лишнего спасибо занимать